И вообще вся процедура и подготовка докладов, и потом принятие мер, реализации рекомендаций, полученных в итоге, это все должно проходить с участием гражданского общества. Определенные события, определенные площадки были и в Беларуси, был процесс взаимодействия, но, скажем так, он был пока далек от совершенства, но мы можем сравнивать первую процедуру и второй этап, второй цикл. И здесь есть определенные различия, и в худшую, и в лучшую сторону. Тест все-таки начался, но его можно и нужно, что очень важно, нужно сделать гораздо более содержательным. И, конечно же, должны быть представлены все организации, как минимум те, которые активно вовлечены в этот процесс. В том числе и не зарегистрированы. Было вынесено в Беларуси 93 рекомендации, 55 из них были поддержаны страной сразу, потом еще две рекомендации были приемлемы. То есть такой процесс продолжающийся. Как вы видите, сама процедура построена на добровольности, на вовлечении государства в этот процесс. Но очень важно подчеркнуть, что поскольку этот процесс универсальный, и все страны в этом участвуют, то это еще раз подтверждает то, что и сами обязательства универсальны. И не может государство пытаться трактовать по-другому, как-то по-своему эти международные стандарты, эти соглашения в рамках соглашения о правах человека. не может давать им другую интерпретацию, чем та, которая принята международным сообществом и таким образом является общепринятой в современном мире.